На границе Оренбургской области и Казахстана, в стихийном палаточном лагере, оказались более полутора тысяч граждан Кыргызстана. Все они пытаются попасть домой. Но границы закрыты, а средств к существованию становится все меньше. О том, что сейчас там происходит и кто помогает людям, Андрей Михайлов. Такую перекличку Эдуард Насиров за последние три месяца проводит уже не первый раз. В Оренбургской области, в 30 километрах от границы с Казахстаном, собралось уже почти две тысячи граждан Кыргызстана. Все они пытаются попасть домой. По состоянию на начало этого года на территории России единовременно находилось 1 миллион 55 тысяч наших граждан. Естественно, такая масса людей в одночасье не может оказаться дома. Просто людей очень много, поэтому и те попытки, которые мы пытаемся, то, что отправляем самолетами, ну, как прям море. В ожидании открытия границы людям приходится спать в чистом поле на земле или в своих машинах. Когда Казахстан начнет пускать на свою территорию, точно никто сказать не может. Из-за коронавируса в республике пока еще действуют жесткие карантинные меры. В соответствии с порядком пересечения государственной границы на период карантинных ограничений, при официальном обращении посольства заинтересованных государств, республика Казахстан не препятствует организованному транзиту через свою территорию. По имеющейся у нас информации, Министерством иностранных дел Кыргызской республики по дипломатическим каналам прорабатывается вопрос организованного транзитного следования своих граждан через казахстанскую территорию. По состоянию на 30 июня в районе города Соли-Лецк находятся 653 граждан Кыргызской республики и 177 граждан Республики Узбекистан и 90 личных автомашин этих граждан. Телеканал «Мир» сегодня показал телесюжет о том, как кыргызы застревают на границе между Казахстаном и Россией в Оренбургской области. Их уже там полторы тысячи. Это не 200, не 300 человек, как нам показывал путинский канал «Басе». Совсем недавно, помните, я делал освещение этой темы. «Басе», кстати, праздновали победу по тому поводу, что кыргызов начали вывозить благодаря их освещению этой проблемы. Помните, там эта девушка, которая любит петь о Великой России, говорила спасибо каналу «Басе», мол, благодаря им самолетами начали вывозить женщин и детей из Кыргызстана. Подогнали автобусы, мол, повезли, все теперь хорошо. Но на самом деле все не так уж хорошо. Экономическая ситуация в России, несмотря на всю эту агитационную работу, которую разворачивают сейчас с выборами, с поправками в Конституцию, с общим ликованием, экономическая ситуация-то не выправляется. Кыргызов безработных становится все больше и больше, и они на границу подъезжают и подъезжают. И на сегодняшний момент там уже полторы тысячи, уже в 10 раз больше людей, чем было раньше. И это уже совершенно другая история. История такова, что Кыргызстан просто не хочет видеть их дома, своих граждан. Они молча сидят и не говорят об этой проблеме, не кричат, что выйдут из Евразес, если этих граждан не пропустят, или еще что-нибудь не пообещают сделать, нехорошее. Кыргызстанские чиновники, наверное, сидят и думают, как хорошо, что Казахстан не пропускает этих граждан Кыргызии к себе на родину. Что мы будем делать с этими безработными? Где мы им найдем работу дома? Вот когда грузовики из Кыргызии не пропускают в сторону России через территорию Казахстана, вот это да, это проблема. Это, конечно же, это очень важно. Это много денег будет потеряно. Это очень-очень обидно для кыргызского чиновника. А вот то, что граждане Кыргызстана не присылают деньги из России, да еще и хотят вернуться, еще тут дополнительную налоговую нагрузку на родную страну наложить, вот это ужасно. Это ужасно, да. Вот такие вот дела. Очень хорошо, что телеканал Мир показал комментарий нашего казахстанского чиновника, который сообщает, это я хотел бы подчеркнуть особенно, о том, что Казахстан готов пропустить этих граждан Кыргызстана, в том случае, если правительство Кыргызстана предоставит транзитный транспорт и транзитные мероприятия обеспечит в полной мере. То есть водителей, питание автономное, чтобы в города не заезжали, с местным населением не общались. Кыргызская сторона спешит это делать? Нет, конечно же, не спешит. Вот за это, за то, что осветили казахстанскую точку зрения на эту проблему, спасибо телеканалу Мир. В данном случае я обязательно это говорю. Надо быть справедливым. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово. И до новых скорых встреч.